Уверены, все помнят, что в 1492 году Христофор Колумб открыл новый континент, тот самый, который позже назвали Америкой. А вы слышали о других теориях, например, о том, что Америку открывали и до Колумба. Интерес западной культуры к американскому континенту начал возрастать с 19 века. Со временем появлялось все больше информации о доколумбовых цивилизациях, майя, инках, ацтеках. В ту пору предположения, кто мог опередить Колумба, носили более абстрактный и теоретический характер. Что в них было не так? А какие из них подтвердились и, наконец, оказались самыми любопытными? Давайте разбираться. А если вы хотите видеть на этом канале больше роликов по истории, ставьте лайк под этим видео и делитесь им с друзьями. Существует теория, будто жители Древнего Египта и индейцы были как-то связаны. Откуда растут ноги у этого предположения? Во-первых, у индейцев и египтян были пирамиды. Во-вторых, и те, и другие использовали в письме иероглифы. У них были идентичный способ трепанации черепа и схожие астрономические достижения. Например, лунно-солнечный календарь и звездные карты. В-третьих, известный норвежский мореплаватель Тур Хейердал в 1969 году предпринял попытку доказать эту связь экспериментально. Хейердал с помощью мастеров из Чада сконструировал папирусную лодку по египетской технологии и попытался пересечь на ней Атлантический океан. На воде она продержалась целых 8 недель. Вместе со своей командой мореплаватель преодолел аж 5000 километров, но так и не достиг цели. Однако схожесть между ранними цивилизациями Египта и Мексики не давала ему покоя, поэтому уже в 1970 году он отправился в путешествие повторно на лодке, которую сделали коренные жители с озера Титикака в Боливии. На этот раз, пусть и с немалыми потерями, у него все получилось. В-четвертых, исследователи полагали, будто Америка могла оказаться той самой таинственной Атлантидой, которую в своих диалогах описывал Платон. В сочинении философа некий жрец из Египта рассказал о войне между Афинами и Атлантидой. Он также уточнил, что Атлантида находится где-то за Геркулесовыми столбами, то есть за Гибралтарским проливом. Так почему бы не предположить, что это и была Америка? А раз египтянин знал об этом, значит между этими двумя культурами могли быть какие-то контакты. В той или иной степени солнцу поклонялись все древние народы мира. Пирамиды в разное время строили в Месопотамии, Камбодже, Египте, Европе и по всей Америке. А сходство в письменности было лишь внешним. Факт пересечения океана тоже нельзя отнести к прямому доказательству, как и все остальные улики. Финикийцы были отличными мореплавателями. На этом основании родилась идея, что именно они могли прибыть в новый свет еще в эпоху древнего мира. Кроме того, в 19 веке в Бразилии якобы обнаружили камень с финикийским текстом. Он повествовал о корабле, который был отрезан из-за шторма от флота, плывшего вокруг Африки. Был еще один камень, на этот раз уже с древнееврейской надписью, найденный в Теннессе. А поскольку финикийцы – семитский народ, в 19 веке это использовали в качестве доказательства их посещения в древности восточного побережья Северной Америки. Одно только то, что финикийцы прослели опытными мореплавателями, не говорит ни о чем. Истории с камнями же считают фальсификацией. Бразильский никто никогда в принципе не видел, и ученым представили лишь транскрипцию надписи, а артефакт с древнееврейской письменностью считают подделкой. Впрочем, это не помешало церкви мормонов внести теорию в свои священные книги. Другая теория гласит, что святой Брэндон Клонфердский очутился в Северной Америке еще в VI веке. Этот ирландский монах прославился своими странствиями, так во всяком случае записано в житийной литературе. Мол, он долго-долго плыл на запад на курахе, в кожаной лодке с деревянным каркасом, добрался до неизведанной земли и встретил там людей. Однако никаких достоверных доказательств тому так и не нашлось. Тем более, что это житие написали спустя 500 лет после его смерти. Жители Уэльса решили, что тоже достойны своей легенды об открытии Америки. По их версии, в XII веке Америку посетил Мадек, незаконорожденный сын правителя Валийского королевства Уайна Абгриффида. После смерти короля Уайна предсказуемо развернулась битва за престол. Мадеку это претило, поэтому решил покинуть земли Уэльса. Собрал своих сторонников и на кораблях поплыл на запад. Там Мадек обнаружил плодородные земли, на которых основал поселение. Позже он даже возвращался, чтобы привлечь земляков, но с тех пор о них никто ничего не слышал. Осваивал же Мадек предположительно западный берег Флориды или залив Мобил. Уже в XVI веке, когда началась активная колонизация Америки, появились слухи, будто есть какие-то индейцы, которые не просто отличаются более светлой кожей, но и понимают валийские слова. Однако современные генетики не оставили этой красивой легенде ни одного шанса. ДНК-тесты показали отсутствие генетической связи между валийцами и индейцами. Не только европейцы стремились выиграть это несуществующее соревнование по открытию Америки. К примеру, китайцы создавали скульптуры в виде огромных голов. Эти строения внешне были очень похожи на изваяние альмеков, цивилизации, которая располагалась на территории современной Мексики еще до ацтеков. Согласно другой теории, в Китае в XIV-XVII веках правило династия Мин, чья история записана крайне подробно. В записях упоминается, что китайцы еще до португальцев добирались вплавь до мыса Доброй Надежды. Впрочем, ни о какой Америке не было и речи. Однако есть древнекитайская карта, на которой нанесен контур суши на месте расположения Америки. На основании этого возникает предположение, что один из мореплавателей, Джен Хэ, совершил первое кругосветное путешествие, попутно открыв Америку. Поскольку более содержательных аргументов не нашлось, эта теория также не считается подтвержденной. Наконец, мы добрались к путешествию, которым есть исторические подтверждения. В саге о Берике Рыжем и саге о Гренландцах рассказывается об открытии Америки викингами. Примерно в 900 году корабль Гунберна по воле морской промахнулся, оказавшись вместо Исландии где-то западнее. Это можно считать первым более-менее достоверным свидетельством рождения нового света. В 982 году Эрик Торвальдсен по прозвищу Рыжий решил повторить это путешествие. Не совсем по своей воле, его приговорили к изгнанию за убийство. Высадился он в Гренландии, позже, уже под руководством его сына Лейфа Эриксона, викинги продолжили движение на запад и, по всей видимости, добрались до Ньюфаулэнда. Название этому месту было дано крайне веселое – Винланд, поскольку там росло много дикого винограда. Перезимомав, они вернулись обратно, и исследовать эту местность отправился уже брат Лейфа – Торвальд. Впрочем, он потерпел поражение, столкнувшись со скреллингами – североамериканскими индейцами. В этом бою Торвальд погиб. История могла так остаться легендой, если бы не факты. В Гренландии и на побережье были найдены знаменитые длинные дома викингов и многочисленные артефакты. Раскопанное поселение Эл-Анса-Омидоус ныне стало музеем и объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А в Исландии найдено датированное X веком захоронение индейской женщины, что подтверждено анализом ДНК. В США даже пошли на компромисс. Теперь 9 октября они отмечают день Лейфа Эриксона, а 12-го – день Колумба. Да, конечно, Америку открыл Колумб. По крайней мере, сделал это первым для европейской цивилизации XV века, что положило начало колонизации этих территорий. Как же Америке удалось из колонии стать сверхдержавой, начать влиять на массовую культуру и мировую политику? Подробный этапы становления этого государства мы разбираем в видеокурсе «Вся историю США. От Колумба до 21-го века». Хорошо, а кем был сам Колумб? Говорят, испанцем или португальцем. А может, евреем, британцем или даже французом. Споры вокруг его происхождения ведутся столь же ожесточенные, как и вокруг истории обнаружения Америки. Скорее всего, герой нашего рассказа родился рядом с Генуей в семье шерстянника Доминика Колумба и Сусанны Фонтанарозы. Этому даже есть подтверждение – нотариальные документы. Есть и свидетельства о его принадлежности к генуэзскому шерстяному цеху. Откуда же взялось название Америка? Так решил картограф. Немец Мартин Вальдземюллер составлял карту мира. Основой для составления этой карты стали, во-первых, труды древнегреческого ученого Птолемея, во-вторых, дневник Америка Виспуччи и его письма лотеринскому герцогу Рене II, который покровительствовал географом. Но ведь известны дневники команды Колумба. Дело в том, что тогда еще велись споры, что это за новая земля. Картограф был уверен – прав Виспуччи, который писал об открытии нового света. А Колумб до самой смерти наставил на том, что это не новый континент, а Азия, до которой он добрался, отправившись из Европы на запад. Именно по этой причине он назвал открытый в Карибском море острова Вест-Индии. Таким образом, вместо привычного для того времени названия Terra Incognita, что в переводе означает «неизвестная земля», картограф утвердил название Америка. Это было сделано в знак его согласия с предположением Америка Виспуччи. Чтобы понять, почему открытие нового света так всколыхнуло всю Европу, необходимо вернуться к стыку Средневековья и нового времени. Это был всплеск активности западной цивилизации. Философы начали развивать идею божественного. Появилось течение пантеизма, объявившее божественным все. Появился новый человек. Теперь его задачей было не только рождение, продолжение рода и жизнь перед Богом, но и исследование всего мира. А значит, люди поднимались на корабли и отправлялись в новом направлении. Конечно, географические открытия были обусловлены и экономическими причинами. Напомним, что Колумб искал более простой путь до Индии, однако нельзя не учитывать влияние философии. Идею человека нового времени как раз в 15 веке сформулировал философ Леон Батиста Альберти. Природа, то есть Бог, вложила в человека элемент небесный и божественный. Она дала ему талант, способность к обучению, разум, благодаря которым он может исследовать, различать и познавать. Поэтому будь убежден, что человек рождается не для того, чтобы влачить печальное существование в бездействии, но чтобы работать над великим и грандиозным делом. Именно такой человек отправился искать торговый путь в Индию на запад и исследовал земли нового света. Спорить, кто открыл Америку, можно до бесконечности. Да, хронологически эти открытия могли совершить и египтяне, и китайцы. Скорее всего, Колумба действительно опередили викинги. Однако именно его открытие положило начало новому времени. Именно оно стало подтверждением появления нового человека, искателя, исследователя, человека приключений. Ведь мало того, что какой-то энтузиаст очутился на неизведанной земле, важно, что после него огромное количество людей продолжило ее осваивать. Как именно складывалась история первых колонистов? От прибытия Майфлаура до Семилетней войны. Почему катализатором американской революции стало чаепитие? И какую роль в гражданской войне США сыграло рабство? Вы узнаете из нашего видеокурса «Вся история США от Колумба до 21 века». Понравился ролик? Ставьте лайк и пишите в комментариях, какая из теорий показалась вам самой правдоподобной.